Цветная капуста, всякая зелень, помидоры, еще помидоры, огурчики, там огурчики, кабачки. Пенсионерка Наталья Николаевна показывает свой огород. В общей сложности его площадь – одна сотка. Помимо овощей и зелени, здесь еще клумба с цветами и несколько фруктовых деревьев. Из-за обильных дождей в мае многие из них пострадали. Вот этот абрикос, вот на нем осталось где-то 3-4, хотя отсвел очень хорошо, буквально осталось 3-4. От дождей, от ветров весь урожай был на земле. За мной тоже один абрикос, еще один абрикос, а там дальше вишня, та вообще пропала. От обильных дождей пострадало также и жилье пенсионерки. Дом пострадал, потому что под дом текла вода. У меня паркет поднялся, надо перестелывать. Если посмотреть на простейший школьный календарь погоды за май, то становится понятно, что полмесяца, а именно 15 дней из 31 календарного дня, шли обильные дожди. С учетом таких погодных условий, в мае Наталья Николаевна ни разу не поливала огород. Но майские платежки от водоканала за пользование холодной водой ее неприятно удивили. У нее нет счетчика на холодную воду. И вместо привычных трех кубов за месяц в зимний период, ей насчитали в 12 раз больше. С учетом якобы имевшего место быть полива огорода. В мае месяце мне начислили 36 кубометров. По оплате это получилось 231 или 32 гривны. С помощью математических подсчетов мы определили, что 36 кубических метров пенсионерке хватило бы, чтобы залить свой огород площадью 1 сотка слоем воды равным 36 сантиметров. И скорее всего все растения при таких нормах просто бы сгнили. Впрочем, Наталья Николаевна свой урожай поливает не настолько обильно. Я уже поливаю, знаете, под каждое растение. Если я раньше могла себе позволить широко, так сказать, и такие, как называются, запальные поливы, то сейчас ходишь и под каждое растение с ним здороваешься и поливаешь. В сложившейся ситуации запорожанка надеялась на пересчет суммы, выставленной в платежке за май. Однако в водоканале утверждают, они не имеют законодательных полномочий это делать. Случай, который бы предусматривал не начисление за полив, его вообще постановлением Кабинета Министров не предусматривается. Если мы будем говорить о том, что потребителю начислено, то на основании чего он будет требовать от нашего предприятия выполнения перерасчета. Это тоже можно только лишь на основании какого-то нормативного документа. По словам специалистов водоканала, нормы потребления воды переутверждаются органами местного самоуправления каждые три года. При их расчете для частного сектора учитывается несколько факторов. Рельеф местности и количество потребителей, и какая степень благоустройства дома. То есть много факторов, которые учитывает то лицо, которое рассчитывает эти нормы. Это не водоканал, это не сполком, это специализированная организация, которая имеет право выполнять такого рода работы. И на основании этих данных потом выносится решение из полкома. Если жильцы не согласны с установленными нормами, они могут поставить у себя дома прибор учета и платить по факту. За то количество воды, которое потребили, советуют эксперты. Они утверждают, во многих случаях для частного сектора это гораздо выгоднее, чем платить по нормам. Счетчик в среднем стоит от 200 гривен и выше. Впрочем, пенсионерка и рада была бы установить его, если бы могла снять с него показания. У меня так устроен дом, что если счетчик ставить, то нужно это в колодец, это где-то метра два глубиной. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова